Ну что, сейчас вышли уже, пойдем по магазинам, пройдемся. Здесь уже магазин Migros Jet, наверное, какой-то маленький совсем. Здесь кундук, 150 грамм, цены на тунец в баночках. Смотри, здесь шоу-ма, даже есть. Вот цены, видите. Сейчас обходим вокруг этой горы. Наслаждаюсь природой. По нашим дфинским меркам купаться можно. Смотрите, аллея кактусов, настоящая аллея. Вот так вот здесь на мопеде едет. Сегодня среда. Хочу показать, народ почти не купается. Сегодня прохладно. По 17 градусов вроде было, но я думаю, что сейчас теплее. Ветер единственное, что. Вот люди, почти никто не купается. С этой стороны вообще никого нет. И народу на пляже довольно мало. Я вот только что покупался. В принципе, волна чуть-чуть около берега есть. Вот, а так нормально, в принципе. По нашим финским меркам купаться можно. Еще собираюсь сейчас. Может быть, по магазинам пройтись. Вот. Хотим местные магазины посмотреть. И зайти в Мигрос. Говорят, вроде бы, довольно недорогой торговый центр. Посмотрел. В той стороне есть. Не знаю, километр, может быть, дальше. А есть еще ближе в эту сторону, если идти. Где-то в той стороне примерно. Наверное, надо будет сходить, посмотреть. Вот. Так что, запланированы на сегодня такие у нас походы. Вечером еще хочу побегать пойти. Может быть, в тренажерный зал сходить тоже. Вот. Так что, будем смотреть, что получится. Что-то с утра было лениво ходить. Никуда не пошли. Вот. Ну, и ветер был сильный. Сейчас вроде бы поменьше ветер стал. Сейчас пришли домой с пляжа. Сейчас обмоюсь. Что-то соли очень много. Соли много на руках. Везде остается после пляжа. Я там на пляже не обмывался. Надо будет сейчас обмыться и пойдем в магазин. Хочу пока на балконе у нас стою показать немножко еще вам вид. Самые крутые, наверное, номера. Это вот там на пятом этаже. Другой блок. Там прям балкон такой широкий сделан. Цокольный этаж такой там. Может, там работники живут. Не знаю. Немножко пройдусь. Покажу вам вид из окна еще. Кто не видел обзор нашего номера, можете посмотреть. Там я побольше показывал. Так, не буду соседний балкон показывать особо. Вот так вот выглядит вид из окна на море. Ну, то есть, море видно. Ну что, сейчас вышли уже. Пойдем по магазинам. Пойдемся. Ну, там посмотрю. По пути что-нибудь сниму, может быть. Вот. Надо посмотреть цены. Что тут, почем сейчас. Уже два года прошло после того, как мы в предыдущий раз были. Наверняка что-то изменилось в сценах. Ну, будем гулять, смотреть. Можно взять всякие мопеды, квадроциклы. Такие стоят здесь. Здесь шаурма даже есть. Ну, цены, видите. Здесь ослик и собака. Такую птицу нашли за решеткой. Здесь музей Алании, по-моему, находится. Вот эта территория. Там павлины-мавлины, что ли, есть. Кошка здесь бегает. О, пришла кушать, что ли, хочет. И там вот, смотрите, павлины-мавлины, или как их называют, стоят. Harley Davidson. Легенда Америки. Здесь рестораны, кафе. Одежду продают. Какие-то сувениры там дальше есть. Так, сувенирчики. Опять одежда. Рюкзачки дальше есть. Все, что душе угодно. Все продается. Апельсиновые деревья. Ну, и опять, вот, можете посмотреть цены на, в кавычках, оригинальную одежду. Здесь стоит такой джип на больших колесах. Мы заметили иногда здесь, люди любят такую технику. Что бы прям так, как монстр был. Не знаю, с чем это связано. Сейчас зашли в один магазинчик для местных людей. Смотрите, здесь 5-ти килограммовые ведра йогурта. Спрашивайте, сколько они стоят. Ну, вот, 3 килограмма я вижу. 57 лир. Сколько, наверное, 2,5 евро, что ли. А 5 килограмм я не вижу здесь. Но, смотрите, можете понять, какие цены. 5-килограммового, почему-то цены нет. Это лидра. Здесь айран, кефир есть. Кефир 25 тысяч стоит. Чуть больше евро получается. 50-ка такое. Я открулю, битайран 2%, 19-50. За 1 литр. А, нет, литр. Тут больше литра, 1,5 литра. 12-50. Ну, 1 евро получается, 1,5 литра. Такой небольшой магазинчик. Там, за конец, здесь всякое разное подается. Яйца есть тоже. Всякие. Здесь есть оливки. Вот. Разные всякие оливочки. Вот еще такие оливки есть. Уже дальше всякие разные другие продукты. курицы есть. Цены можете сами переводить. Сейчас, ну, где-то около 19, наверное, лир 1 евро стоит. Но другие валюты я не знаю, как переводить. Вместные продукты всякие. Сесам есть. Семечки. Кунжут. Даже есть этот мак, по-моему. Цены у них вот такие, наверное. А нет, на них цены сверху. Сусам. В общем, магазин этот находится, где я только что показывал цену. В ту сторону. Тут не очень далеко до пляжа Клеопатры. Магазин называется Бим. Вот так вот он выглядит. Здесь еще какая-то улица. Я не знаю. В общем, кому надо, берете и найдете. Здесь нашли магазин Migros Jet. Наверное, какой-то маленький совсем. Вот. В него хотели зайти. Ну, в Jet'е, наверное, вообще будет мало всего. Потом, может, посмотрим побольше. Разве орешки есть. Такие цены. Вот из Ташки. Таким ценам. Здесь вот есть кофе, которое очень... Я вот, когда в прошлый раз был, то покупали, спросили, нам посоветовали такое кофе купить, турецкое. Ну, вот цены, кому интересно, можете посмотреть, перевести на свою валюту. Цены на туне с баночках. Вот, тоже можете посмотреть, какие цены. Что тут? Ну, чуть больше полтора евро. Самое, наверное, дешевое вот это вот. Примерно так. Ну, и другие уже цены дальше идут. Бюджетная еда. Типа, вот, макарончики быстрого приготовления. 5,50 за 70 грамм. Вот так. Дешевое сердитное. Даже швейцарский шоколадик. Бюджетный рончик. Такие маленькие. По 35 грамм. 12,50. Это больше 50 центов за одну упаковочку. Сейчас ищем еще один магазин. И вот здесь развилка в ту сторону дорога есть и в эту. Вот пока не помню, куда надо идти. Может быть, даже сюда посмотрим. Еще один магазин хотим найти. Продуктовый дом. Наполе. Вилла. Интересно сделано. Как старинное. Может быть, старинное и есть здание. Вот здесь вот этот магазин. Все-таки правильно пошли. Направо по развилке. И вот этот магазин мы хотели зайти посмотреть. Тоже. Здесь напротив такие вот сувениры. А, музыкальных инструментов магазин. Кому интересно. Всякие мандолины, гитары. И тому подобное есть. Вот напротив него. Еще тут бикини. Что-то такое. Вот этот магазин. Я считаю, это для местных людей. Поэтому здесь цены должны быть получше, чем, на мой взгляд, чем в туристических местах. Цены. Лук. Около 50 центов. Яблоки. Ну, чуть больше. 75, наверное, центов. Я имею в виду к евро, если смотреть. Вот всякие продукты. Можете посмотреть. Я не буду тут особо останавливаться. Вроде бы на камеру хорошо видно, что почем. Помидорчики. 16,90. Около евро, да? Бананчики. Тоже около евро, наверное, примерно. О, капусточка есть. Капусточка. 4,99. Это сколько? Примерно четверть евро. Это 25 центов за килограмм. Такие большие еще капустищи. Всякие напитки. Здесь, типа, пропаяло такие. С миндалем внутри. 19,90. Сейчас со скидкой такая коробочка. Килограмм 132 лиры стоит, что ли? Да. Вот здесь еще есть, типа, пропаяло. Ну, с кокосовой стружкой. Такое, походу. Яйца есть. Вот, за 30 штук 65 лир. Ну, это больше 3 евро получается за 30 штук. Вот так. Мороженое Magnum Mini. Такие упаковки. Ну, наверное, мороженое Mini просто размера. За упаковку 53,50. Это где-то 2,80 евро, наверное. Ну, что-то такое в этом районе. По килограммам я не вижу. Здесь нету, по-моему, по килограммам. 360 миллилитров упаковка полностью. И в упаковке 6 штучек мороженых. Шаурма здесь продается. Такой дом большой. С мопеды. Что-то заброшенное здесь. Вот какая красота. Помню, здесь 2 года назад Новый год встречал. Салют смотрел отсюда. Было очень много народу. Такое место красивое. Идем сейчас изучаем районы. Сейчас вокруг, обходим вокруг этой горы, где находится крепость. Может быть, сейчас что-то будет видно по этой улице. Вот. Сейчас я покажу получше. Вот эта улица наверх. И там видно чуть-чуть крепостные стены впереди. Смотрите, аллея кактусов. Настоящая аллея. Чуть-чуть идем. Здесь уже крепостные стены. Какая-то башня находится. Споганили, конечно, кактусы некоторые. Красиво. Здесь есть вот такой перископ, или как его называют. Один лир стоит, или одна лира. Одну лиру. Можно туда посмотреть. Но не видно ничего. Где-то здесь находится пляж. Я сегодня утром смотрел. Ну, не знаю, это это место или не это. Такая башня. Красная какая-то. И где-то здесь было, не знаю, такой проход узкий. И там уже пляж находился. А может быть, это и есть это место. Да, Red Tower здесь. А может быть, туда надо пройтись. Не знаю даже. Где-то здесь был пляжик такой. Около стены крепостной. Вот, может быть, отсюда будет видно его. Не знаю. Рыбак один здесь есть. Не уверен. Да, вот этот пляж. Да, вот этот пляж. Но здесь никого нету сейчас на пляже. Здесь продают ковры. Хотя, может, и нет. Но почему-то ковры здесь выставлены так. Красиво. Красиво. Смотрите, я там нашел домик птички. Как это называется? Скворечник. Вот там находится. Кто-то приделал туда. Здесь кошка сидит. Или кот. Кс-кс. Вот такой. Что-то у них у многих один глаз только. Не знаю, почему. Дерутся, что ли, они. Идем в обратную сторону уже. Тоже такой старинный дом. Такой красивый. Под старину сделанный. А может быть, он старый даже. На самом деле. Вот арендные самокаты здесь есть. В нашей части их как-то не сильно видно. Здесь они есть. Сейчас отправились в другой Migros. Не в тот, в котором мы были. Тот был в Jet, по-моему, Migros. Отправились в другой. Правда, по карте, которую я пользуюсь, не Google карты. Это оффлайн карты. Это приложение называется Maps.me. Вот я его использую сейчас. Не надо интернет для использования. И по нему не видно, какой уровень этих... Еще и сигналей. Смотри на него. Через пешеходный переход идем, а он сигналит. Причем там не показывается, какое... Тут разного размера эти Migros. И там не показывается. В Google карте там можно видеть. Но у нас интернета здесь нет. Кому интересно, можете пользоваться. Maps.me. Хорошее приложение. Не нужен интернет для этого. Мужчина нас привез. Здесь увидели. Вот дорога здесь. И здесь как водопад какой-то льется. Интересно. Искусственный, не искусственный. Вот эта площадь здесь. Такая красота. Сейчас поменяем наше направление. В общем, мы не собираемся идти сегодня в Migros. Пойдем в другой раз. И я вам покажу, как менять. Нам надо сейчас идти в Riviera Spa. Отель Spa. Вот сюда поезд вбиваем. И нажимаем посмотреть на карте. Ну, вот этот отель. И нажимаем сюда. И он прокладывает сразу же маршрут. Ну, он прокладывает, конечно, по таким туристическим улицам. Ну, а мы пойдем по другому маршруту. Сейчас не будем отсюда выйти. Пойдем по внутренним улицам. И начать. Ну, можно пойти по другому. В общем, вот так это приложение работает. Кому интересно, можете скачивать. Только надо скачать еще. Будет локацию, где вы находитесь. Ну, я выбрал там Турцию. Перед тем, как использовать. И она сразу же скачивает карту Турции. И там уже все внутри есть в этой карте. Очень удобно пользоваться. Не надо интернет тогда. Купили сейчас в магазине первом, в который заходили вот такие вот орешки. Чищенные. Фундук. 150 грамм. 26,50 стоило. Ну, это на евро где-то... Ну, сколько там получается? Евро 25 примерно, наверное. Очень хорошая цена. Собираю сейчас на пробежку побежать. Так что, будет и пробежка сегодня у нас. Спортивный день. Я и сюда, и сюда. Привет. Побегу сейчас немножко перед ужином. Побегаю немножко. Так что, посмотрим, что там можно будет посмотреть. Ну, друзья, нахожусь сейчас уже на стадии пробежки. Сегодня довольно ветрено. Ощущается. Надеюсь, что звук запишется хорошо. Сейчас бегу, слушаю сообщения одного моего друга. Наслаждаюсь природой. Хорошо бежать сегодня, кстати. Не так жарко. Вот, смотрю, здесь парашюты запускают. Натянули парашюты. Наверное, происходит тренировка. Вот. Первый раз здесь вижу такое. Ну, просто, наверное, не встречал никогда. Да, вот они пробуют здесь держаться на ветру. Вот. Ладно, побегу дальше. Такое здесь происходит. Парашют собранный. Мужчина вот его пакует. Уже солнце понемножко солодится. Какой-то здесь микроавтобус такой, типа, для сафари, наверное. Да. Походу, да. Думал, здесь где-то побегать по местным достопримечательностям. Где-то здесь есть дорога туда, как бы, в горы. Немножко в местные районы. Ну, думаю, это не сегодня я буду делать. Но так хотелось бы куда-нибудь, где не туристические места забежать. Вот, может быть, в другой раз удастся мне. Показать, что здесь работники, мужчины. Я в прошлый раз их снял. И что они здесь посадили. Вот в этом месте. Смотрите, какие красивые цветочки посажены. И это у нас конец декабря. Конец декабря 2022 года. И это тоже их работа. И здесь тоже они поработали. Вот так вот здесь в мопеде ездят по тротуарам. Что-то развозят. Сейчас хочу немножко по поводу пляжа рассказать. Сегодня обнаружил души, мылся. Чувствую, у меня как будто что-то колет в ноге, в ступне. Думал, может быть, сегодня купался. На ежа наступила. Оказалось, посмотрел ногу. А она вся такими порезами, ну, тоненькими, не насквозь, но порезы кожи. То есть, там, когда на пляж заходишь в воду, то там плита есть такая. Походу, там есть острые какие-то места. Поэтому лучше какие-то тапочки использовать. Аккуратно. Потому что у меня были такие разные порезы. Не до крови, не до мяса, но неприятно. Так что будьте внимательны, аккуратны. Лучше какие-то коралки использовать или что-нибудь такое. Вот. Так что предупрежден, значит вооружен. Сейчас пробегу. В принципе, я уже 15 минут бежал. Можно, в принципе, обратно пойти в обратную сторону, бежать. Прибегу в душ. И на ужин. Там впереди, чуть-чуть подальше, находится кафе. Хочу показать видок. Вид красивый отсюда. Здесь у нас море. Обрывистый такой берег. Скала, можно сказать. И там находится эта гора. Где? Там пляж Клеопатры. Вот. Куда мне сейчас предстоит бежать в обратную сторону, к моему отелю. Все, я побежал. Уже бегу в обратную сторону. Здесь вот есть эти парашютисты. У всех по-разному. У кого-то получается, у кого-то не получается, но тренируется. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ